Всем привет, вы на канале Автозвук UA и сегодня мы наконец-то добрались до теста 13 коаксиалов. Как обычно, мы изучим отличия динамиков между собой по материалам изготовления, техническим характеристикам, измерим максимальное звуковое давление при подключении от магнитола, а также я попытаюсь поделиться своими личными впечатлениями о звучании каждого из трех динамиков. Если этой информации вам будет мало, пожалуйста, приезжайте в наши магазины и здесь можно все уже будет увидеть и услышать вживую. Грубо говоря, мы будем по максимуму использовать возможности YouTube для того, чтобы поделиться с вами всей информацией о данных динамиках. А ссылки на адреса магазинов будут в описании под видео и там же ссылка на наш инстаграм. Для теста взял три схожих между собой и близких по цене динамика от Pioneer, Helix и Kicks. Под их схожестью я подразумеваю материалы изготовления диффузоров. Во всех трех случаях диффузор MidBus изготовлен из полипропилена, а диффузор пищалки из майлара. Но все же есть некоторые отличия. Например, диффузор динамиков Helix имеет специальные ребра жесткости, которые позволяют уменьшить вес диффузора, но при этом сохранить его жесткость. Пионеры интересны наличием дополнительной третьей пищалки, то есть является трехполосной системой. И мы даже с помощью зеркала смогли заглянуть под эту пищалку, увидеть, что к ней действительно подключены контакты и это не бутафория. Благодаря дополнительной пищалке у пионеров самый широкий частотный диапазон от 33 Гц до 24 кГц. А вот динамики Kicks с точки зрения конструкции мало чем примечательны. Здесь все просто. Зато у Kicks в данном тесте самая высокая RMS мощность 75 Вт. А играют они в диапазоне от 70 Гц до 20 кГц, что меньше, чем у Pioner. У динамиков Helix RMS мощность практически в два раза меньше, всего 35 Вт. Но частотный диапазон шире от 74 Гц до 21 кГц. У Pioner мощность указана не RMS, а номинальная, что больше, чем RMS. Заявлено 35 Вт. То есть динамики Pioner, согласно заявленных характеристик, мощнее, чем Helix. Но они заметно легче и у них меньше магнитная система. А вот чувствительность у всех трех моделей практически одинаковая. У Kicks и Helix 89 дБ, а у Pioner 88. У Helix и Kicks магниты дополнительно защищены резиновой накладкой. Это актуально особенно для динамиков, которые устанавливаются непосредственно в дверь, так как в двери может наблюдаться повышенная влажность. Вода стекает по филенке двери или монтажной панели и попадает на магнитную систему. Резина частично защищает магнитную систему от влаги. У Pioner магнит ничем не защищен и, соответственно, некоторые детали магнитной системы будут подвержены коррозии. Зато у Pioner самая маленькая монтажная глубина. Недостаток резины у Pioner наблюдается не только сзади, но и спереди. Подвес динамика изготовлен из ткани со специальной пропиткой, в то время как у Helix и Kicks это бутилка-учук, более износостойкий и эластичный материал. После поверхностного знакомства настало время прослушивания. Мы будем использовать магнитолу Pioner на уровне громкости 42. Нами установлено, что громче эта магнитола клипует и в динамиках слышен хрип. Продолжение следует... Первыми нам довелось послушать динамики Kicks ICQ502. И, конечно же, после многих тестов 16-х коаксиалов и овалов 6 на 9, в первую очередь ощущается недостаток баса и недостаток объема. Хотя звуковое давление 86,5 дБ, это на одном уровне с самыми дешевыми, самыми бюджетными овалами 6 на 9. Но все же даже у бюджетных овалов ощущается сильнее бас и больше объема. Сами по себе динамики звучат очень нейтрально, и во время их прослушивания на магнитоле хочется добавить немножко низких и высоких частот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хеликс Икс Макс 113 оказались немного басовитее и чуточку громче, всего на 0,4 дБ. Звучание в какой-то мере похоже на Kicks, но в определенные моменты звук казался глуховатым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пионер тест G1330F изо всех сил пытались быть самыми громкими И у них в принципе это получилось Результат 88,5 дБ, самый лучший в данном тесте Но при прослушивании на высокой громкости они навряд ли порадуют вас хорошим звуком И теперь мы замиксуем звук со всех трех динамиков для того, чтобы еще раз сравнить звучание На этом как обычно все Все свои возражения и пожелания по-прежнему нужно писать в комментариях Но перед этим обязательно поставить лайк и подписаться на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok